Израиль за неделю на Народной Волне Из Израиля я очень хочу поздравить вас с прошедшим Днём Независимости. День Независимости – это самый главный праздник для любой страны. И я понимаю, что сейчас Америка не в лучшем виде, но я очень надеюсь, что осуществится лозунг «Сделать Америку снова великой». И все эти затруднения, которые сейчас Америка проходит, и с вирусом, и с бунтами, что всё это временно. И американский дух, дух свободы, независимости, предпринимательства, что он в конце концов восторжествует. Так что примите мои искренние поздравления с Днём Независимости. Спасибо. А теперь про наши израильские новости. И если для вас, для американцев, 4 июля – это самый большой праздник, День Независимости, то в Израиле это тоже очень памятная дата. Это операция «Энтеба», и мы о ней поговорим после главных новостей. Я о них хочу рассказать подробно, потому что эта операция вошла во все учебники военных и антитеррористических дел. Так что, мне кажется, это важно знать всем. Начнём, как всегда, с эпидемии короны. Увы, в Израиле опять обострение. После того, как всё открыли, теперь грозят закрыть всё обратно. Закрыли спортивные залы, закрыли большие залы торжеств. В ресторанах можно только до 20 человек, в синагогах только до 19. То же самое касается и церквей. В общем, опять возвращаемся в карантин. Университетские экзамены только по интернет-связи. Что будет с летними лагерями, пока непонятно. Известно только, что ясли будут продолжать работать. Понятно, куда детей девать. А что будет со школьниками, пока непонятно. К сожалению, вот опять увеличивается количество случаев, и мы все уходим на карантин. Но, как я уже говорила, не было бы счастья да несчастье помогло. Выяснилось, во-первых, что тяжёлые условия стимулируют общенациональную солидарность. И хотя Цахи Анегби, депутат Атликуда, заявил, что у нас нет никаких голодных, всё это выдумки. Действительно, голодных у нас, наверное, нет. Но то, что у нас резко выросло количество безработных, у нас безработица была практически на нуле. Было некоторое 3-4%. Это люди, которые просто ждали подходящую работу, не хотели соглашаться на то, что есть. Сегодня это почти четверть, и правительство продлило получение пособия по безработице. Но действительно, очень многие семьи, либо кормильцы безработные, либо они отправлены в неоплачиваемый отпуск. И сейчас оживились всякие организации, которые оказывают помощь нуждающимся всяческие добровольные организации. Ну, кроме мер, предпринимаемых непосредственно правительством. Так что посмотрим, кто будет эффективнее. Государственная помощь или вот такая добровольческая помощь населения друг другу. Ну, и, как я уже говорила в прошлой передаче, сегодня это уже, раньше это было секретно, это были только слухи, что Израиль получал помощь срочно, в начале эпидемии нужны были маски, нужны были тесты, что Израиль получил помощь, говорили одной из стран Персидского залива. Так вот, сегодня это уже явно, уже объединенные Арабские Эмираты не скрывают этого, не стесняются, что они оказали помощь Израилю, и сейчас Израиль, наоборот, оказывает им помощь с исследованием по поводу вакцин, по поводу борьбы с последствиями коронавируса. Вот потихоньку с арабскими странами, даже при том, что у нас нет с ними вроде бы дипломатических отношений, тем не менее, вот такое вот экономическое и сотрудничество, и взаимопомощь, они как-то потихоньку налаживаются. Ну, и важная тема – суверенитет. Мы все ждали 1 июля, чтобы понять, Натаньягу обещал, что сделка века Трампа 1 июля пройдет по ней объявление суверенитета, и тогда мы точно узнаем, какие условия вот этой вот сделки века. Пришло 1 июля, и мы ничего не узнали. Натаньягу продолжает говорить, что идут переговоры, идут переговоры с американской группой, но ходят самые разные слухи. То Натаньягу говорит, что пока не будет присоединения Иорданской долины, а будет распространение суверенитета только на саму территорию еврейских поселков в Иудее и Самарии. То, наоборот, говорится о том, что нет, будет распространение суверенитета, просто не сейчас, сейчас Трампу не до этого, а будет позже и будет на хороших условиях. И вот Натаньягу говорит, что он борется, что вроде бы ему хотят навязать, что все, что Израиль не присоединит к себе, отойдет к палестинской автономии, против этого категорически возражает, и поэтому все это откладывается. Но пока что проводят опросы, и выяснилось, что большинство населения Израиля за распространение суверенитета. 45% непосредственно за распространение суверенитета, и еще 22% колеблются, и только около 30% против. Так что мы продолжаем с нетерпением ждать, когда же осуществится распространение суверенитета и присоединение территории Иудеи и Самарии и Иорданской долины, публикуются различные карты, по которым большинство поселений вроде бы оказываются присоединенными, и только 18% остаются вне границ. Мнение правых разделились примерно пополам. Половина говорит, давайте не мешать, давайте ждать терпеливо, давайте не критиковать, Трамп плохого нам не посоветует, значит, будем терпеливо ждать. Это представители, например, бывший председатель Совета поселений, например. Другая половина говорит, нет, представьте себе, если все, что мы не присоединим, отойдет к палестинской автономии, то вот эти оставшиеся поселения, они не смогут добираться к себе домой, дороги будут небезопасными, израильская армия туда не получит доступа, там будут на дорогах камнеметания, обстрелы, то есть люди окажутся в рождественском окружении, и просто это будет опасно, они не смогут там выжить. Поэтому если проводить суверенитет, то никак не в таких вот условиях, а требовать, чтобы условия были смягчены. Ну, все это до сих пор догадки, не думаю, что даже сам Нитаниягу понимает, что сейчас он может сделать. И периодически, опять же, возникают слухи, что суверенитета нет, потому что на это не согласен министр обороны Бенни Ганц. Бенни Ганц в своих выступлениях это не подтверждает и не отрицает. С одной стороны, вроде бы он подписал коалиционное соглашение, что он за суверенитет, но при каких-то там условиях. С другой стороны, сегодня он говорит, на самом деле самое важное сегодня это борьба с эпидемией. На этом надо сосредоточить все силы. Борьба с эпидемией и восстановление экономики. А суверенитет это не так важно, это подождет. Вот пока что мы все ждем. Когда будет что-то новое, я с удовольствием вам об этом сообщу. Ну а пока, действительно, несмотря на разговоры, что с экономикой большие проблемы, демонстрируют владельцы залов торжеств, владельцы ресторанов, социальные работники устраивают демонстрацию, говоря, что во время эпидемии резко выросло количество работы для них по уходу за пожилыми людьми и за теми, кто не может сам себя обслуживать и не может выйти на улицу, а ставки сохраняются прежние, значит, действительно, действительно есть проблемы, но если до эпидемии стартап хай-тек вывозил израильскую экономику, то есть большие надежды, что и во время эпидемии хай-тек не подкачает, хай-тековские фирмы очень быстро перешли на удаленную работу и сейчас я вам просто хочу привести несколько примеров, как развивается израильский хай-тек. Сейчас опубликовали данные за первое полугодие 2020 года и там говорится, что 308 израильских фирм стартап смогли привлечь к себе более 5 миллиардов долларов капитала. И это на 40% больше, чем такой же показатель за прошлый год. И это говорит о том, что израильский хай-тек продолжает развиваться и, дай бог, всю нашу экономику так или иначе вывезет. Ну и кроме коронавируса у нас есть и рукотворные проблемы, которые нам создает власть Хамаса в Газе. В воскресенье на Израиль упало 3 ракеты. К счастью, часть из них была перехвачена ракетами железного купола, часть упала на незаселенной территории, то есть никакого ущерба не было. Но населению пришлось бежать в убежище, а в случае, когда нужно соблюдать карантин, то встает вопрос, а как срочно, буквально за секунды, успеть взять маску, одеть ее, добежать до убежища. Там скапливается в закрытом помещении больше 20 человек, как это с точки зрения эпидемиологической ситуации. В общем, ситуация была неприятная, и вчера Израиль ответил тем, что он разбомбил подземные, какие-то подземные инфраструктуры организации Хамас, то ли это был завод по предоставлению оружия, то ли какие-то подземные штабы, это не уточняется. Но министр обороны Бениган сказал, что либо Хамас идет на переговоры, передает нам тела Адара Шауля и Симхи Гольдина, это тела которых Хамас захватил во время операции «Нерушимая скала». Либо, сказал Бениганц, царь ответит со всей своей мощью. Будем надеяться, что Хамас это воспримет всерьез, а если нет, то очень надеюсь, что обещание Бениганца не просто сотрясение воздуха, что он настроен достаточно серьезно. Иранский объект, иранский ядерный объект, который вдруг взорвался, запылал, так, что можно было следить за ним с расстояния десятки километров. Израиль не подтверждает и не отрицает своей причастности, но газета «Нью-Йорк Таймс» из своих источников утверждает, что это была диверсия на заводе, что это не бомбардировка сверху и не компьютерный вирус, что это именно была принесена бомба непосредственно на завод. Собственно, иранские власти уже сознали, что действительно заводу причинен серьезный ущерб. Раньше они отрицали, говорили, что это просто взрыв газа. Сейчас они сознаются, что заводу причинен серьезный ущерб, что это затормозит иранскую ядерную программу на несколько месяцев. И вот «Нью-Йорк Таймс» на основании каких-то своих источников утверждает, что за всем этим стоит Израиль. Израиль, не Израиль, но, как говорится, все равно неплохо получилось. Хорошая работа, кто бы это ни сделал. Сергей, не хотите ли объявить телефон для вопросов? Сразу после того, как мы прервемся на рекламную паузу, послушаем рекламу, вернемся. Я обязательно напомню номер телефона, и мы обязательно примем все звонки, и постарайтесь ответить на вопросы. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом и телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. 847-400-5200. Скажите, а вот в тех странах, или в той части, где люди ходят в паранже, у них, наверное, совсем нет коронавируса среди женщин, поскольку они в паранже ходят? Да, я слышала, что в таких странах так сказать, ношение паранже отменяет ношение маски. Там официально признали такой указ. Вы знаете, в новостях, судя по новостям, и в мусульманских странах коронавирус свирепствует, но, как мы помним, по бывшему Советскому Союзу, диктаторские страны не спешат признать, какие у них потери среди населения, так что мы можем только догадываться. А есть ли случаи, когда тесты некачественные? У нас периодически, основная медиа, конечно, об этом не пишет, а в соцсетях... Ситуация следующая. Сделали обследование, сделали тесты на наличие антител, чтобы выявить, кто болел, а кто не болел. Но нашли, делали в Тель-Авиве таким случайным образом и обнаружили достаточно малое количество людей, у которых есть антитела. И тогда выдвинули версию, что просто антитела очень быстро у человека исчезают. То есть он переболел в легкой форме, не заметил, выработал антитела, но через месяц они исчезают, и поэтому их не может... тест не может их обнаружить. Мы не знаем, болен такой человек был, есть ли у него иммунитет, нет ли у него иммунитета, и не грозит ли ему заболеть тем же коронавирусом, только какой-нибудь другой модификации вируса. Так что, к сожалению, пока на эти тесты большой надежды нет. У нас тут описываются случаи, когда медсестра одна заподозрила, что все тесты положительные, и она отправила два теста чистых, ну, то есть заполнила просто формально и отправила. Они пришли тоже положить. Ну, имена чьи-то написала, как будто якобы тест был сдан, а на самом деле чистый. Они тоже пришли с положительным результатом. Тогда она якобы сделала десять подобных тестов, подставила тоже фальшивые имена, и все десять пришли с положительным результатом. А вот тут сейчас, буквально несколько минут назад, я видел еще одно сообщение в Твиттере, как родители одной женщины, стояли в очередь два часа, чтобы сдать тест. Ну, записались там и стоят в очередь. Не выдержали, развернулись, уехали. Через какое-то время им позвонили, сообщили, что у них положительный тест. То есть... Ну, в любой большой системе есть сбои, и этот тест пока недостаточно точный. То, что вот такие вот бюрократические сбои, это обидно, конечно. По этому поводу даже... Бюрократическая система всегда, всегда, да. По этому поводу даже ходит шутка. У доктора спрашивают, доктор, когда закончится пандемия? Он говорит, я не знаю, я политикой не интересуюсь. Да, да, хорошая шутка. А как палестинцы реагируют на суверенизацию? Я имею в виду, сейчас уже немножко другая тема. И предпринимают ли они какие-то попытки? Во-первых, по поводу коронавируса. Палестинская автономия призвала закрыть территории. Обычно они всегда жалуются, что вот Израиль закрывает, не впускает арабских рабочих. А тут они наоборот призвали закрыть въезд к ним на палестинскую автономию. Мол, из-за израильтян у них большая вспышка. Из-за того, что арабские рабочие выезжают из автономии, приезжают к израильтянам, кто возвращается, мол, они им этот самый грипп приносят и просят закрыть. Ну, понятно, что сама автономия не может перекрыть, тогда там куча народу просто останется без работы, потому что работают арабы на стройках в еврейских поселениях и довольны работой, получают значительные деньги. Так что это видно. Теперь по поводу суверенитета. По поводу суверенитета арабские страны возражать не будут. Возможно, они отдадут словесную дань, некоторую принесут, что они осуждают, но они не будут предпринимать никаких мер. Эти сведения поступили непосредственно от Египта, от Саудовской Аравии, от стран Персидского залива, что они, так сказать, не заинтересованы портить отношения с Израилем, особенно сейчас, когда Израиль может оказать им помощь, не только помощь военную, но и помощь медицинскую. То есть, возможно, словесно они что-то там и скажут, как-то там выразят сочувствие палестинскому, в кавычках, народу. Но возражений с их стороны не будет. Пока что больше всех возражений позволяет себе Иордания, которая более тесно связана, у которой есть большое количество арабов, называющих себя палестинцами, и, в общем, им не хочется портить отношения с собственным населением. Но про Иорданию твёрдо известно, что Иордания зависит от Израиля, а не наоборот. И Израиль поддерживает существование Иордании как независимого государства от окружающих её волков, которые готовы её довольно быстро скушать. Израиль даёт ей воду, Израиль оказывает ей другую помощь, в частности, Америка оказывает ей экономическую помощь, потому что Иордания хорошо себя ведёт по отношению к Израилю, так что в данном случае к мнению Иордании можно просто не прислушиваться. Сергей Николаевич. Спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии. Напомним, мы беседуем с нашим корреспондентом из Израиля. Если будут вопросы, звоните. А вот тут сообщается о бессрочной забастовке социальных работников. Чем недовольны, чего хотят? Да-да, я говорила, я говорила, упоминала, что они говорят, что резко вырос объём работы в связи с эпидемией, что слабые свои населения сидят дома в карантине, им нужно оказывать больше помощи, а ставки уменьшились, в смысле количество работающих уменьшилось, есть свободные ставки, но на них никто не идёт, это небольшие деньги, но тяжёлая работа, а сейчас в условиях карантина и даже в условиях безработицы никто не хочет идти, иметь дело с больными людьми, так что, как всегда, хотят денег. А скажите, вот у нас экстра 600 долларов в неделю платят тем, кто сел на пособие по безработице, а у вас какие-то подобные есть ли? У нас были выплаты одноразовые. Ну, во-первых, кроме пособия, есть помощь бизнесам, различная помощь, большим бизнесам, малым бизнесам. Для тех, кто получает пособие по безработице, удлинили срок получения пособия, потому что обычно это... То есть у тех, у кого должен кончаться срок, вот начиная с марта, когда был объявлен карантин, вот у всех, у кого должен был кончаться срок, им автоматически этот срок продлили. Тем, кто не выработал достаточно, там, по-моему, надо полгода проработать для получения пособия. Тех, у кого этот срок меньше, так сказать, тоже, им тоже будут выплачивать пособия. насчет одноразовой помощи. В начале эпидемии была выплачена одноразовая помощь, по крайней мере, была выплачена одноразовая помощь пенсионерам, вот это я хорошо помню. Про безработных я точно не знаю. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в Уфе. Добрый день, Сергей. Добрый день, Ася. Спасибо за поздравление с нашей независимостью. Спасибо большое. Слушайте, скажите, вот у нас здесь беснуется. В основном, кстати, большинство, наверное, белые люди, чем чернокожие люди, начинают снимать памятники, которые олицетворяют историю нашей страны. А у вас как? Насколько я знаю, у евреев не ставят никаких бюстов, никаких памятников. Но у вас тоже же есть какие-то левые придурки, которые у нас научились или наши у вас научились. Что они хотят сметать? Какую историю они хотят смнести? Есть у вас такое? Расскажите, пожалуйста, я вас с удовольствием послушаю. Спасибо. К сожалению, есть. И в первую очередь они действуют по примеру ваших левых, которые нападают на Трампа и таким образом хотят подсидеть вашего президента. Наши левые тоже уже давно дестабилизируют ситуацию всеми способами, только чтобы скинуть ненавистного им премьер-министра Нитониягу. Тут были и раздувания проблем с эфиопским репатриантом, которого случайно убила полиция. Были массовые демонстрации. Точно-точечко, это было незадолго до ваших проблем. Точно-точечко, как у вас. Левая организация оплатили автобусы, собрали эфиопов, привезли их. И главное в этой демонстрации она проходила в Тель-Авиве, туда пришло огромное количество не граждан Израиля, а людей, которые незаконно въехали в Израиль, у них тоже кожа черного цвета, вот они прибежали на эту демонстрацию, просто там кривлялись, бесновались, чтобы выпустить пар, хотя у них вообще никакого права находиться в Израиле нет, не то, что там требовать для себя каких-то там увеличения пособий или еще чего-то. Так что у нас тоже так было. Памятники в еврейской традиции ставить не положено, не положено изображать людей, так что у нас есть памятники, очень небольшое количество памятников, но есть, в частности, вот у нас на севере в Галилее есть памятник стражникам, стражникам, то есть сионистам, которые еще до создания государства Израиль охраняли еврейские поселения и один из них русского происхождения Александр Зайд, вот он на коне объезжал Галилея, охранял еврейские поселения, ему памятник стоит недалеко от маленького израильского городка Кириат-Тивон. Наверное, есть и какие-то другие памятники, но их очень немного, но в последнее время стало появляться больше, но в общем соблюдают традицию памятников таких вот изображений людей очень немного, есть памятные стелы, надписи, там еще что-то, но фигур людей очень немного, так что пока, слава Богу, но граффити, например, граффити, левые пачкают своими граффити стены в Тель-Авиве, это есть. Давайте мы сделаем еще один перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом и Ассентовой и вы обещали нам рассказать об операции НТБ. Операции НТБ. 44 года назад два арабских террориста из организации Народный фонд освобождения Палестины и два немецких террориста мужчина и женщина из революционной ячейки, неомарксистской революционной ячейки вошли в самолет, который направлялся в Израиль самолет Аэрофранс французской компании. И под угрозой пилотам они угнали этот самолет, угнали сначала в Ливию, дозаправились и переехали и посадили самолет в аэропорту НТБ в Уганде. Идиамин правитель Уганды оказал им очень дружественный прием, содействие, предоставил им здание аэропорта, чтобы они могли разместить там заложников, предоставил им свою армию в помощь для охраны этого здания, чтобы заложники никуда не убежали, и снабжал их едой для них и для заложников. И якобы от их имени вел переговоры, якобы желая освобождения заложников, но на самом деле целиком став на их сторону. Израиль попытался как-то с ними договориться, они требовали освобождения 53-х арабских террористов, заключенных в израильских тюрьмах и немножко в тюрьмах других стран. Израиль попытался с ними договориться, в течение трех дней где-то шли переговоры, было ясно, что ничего не происходит. И как только вообще стало известно о таком похищении, параллельно с правительством армия развернула собственную деятельность, не дожидаясь обращения со стороны правительства. Якутиэль Адам был назначен командиром спасательной операции. Выяснилось, что аэропорт в Интебе построили при содействии Израиля, и в Израиле нашлись планы этого аэропорта, нашлись и фотографии этого аэропорта, построили, моментально построили в пустыне Неги вот такой учебный аэропорт, там моментально начались тренировки по освобождению заложников, и где-то в течение трех дней буквально армия представила правительству план, представила план, как она может освободить этих заложников. Министром обороны тогда был Шимон Перец. Правительство очень сильно колебалось, оно предпочитало уладить миром, оно просто не верило в то, что в стране на расстоянии четырех тысяч километров, в которой вокруг аэропорта сосредоточены сотни солдат противника, что Израиль может доставить туда своих солдат, четыре тысячи километров самолет не пролетает без дозаправки, значит, где-то надо дозаправиться где-то в Африке, но африканские страны боялись диктатора Идиамина, не хотели с ним конфликтовать, только благодаря влиянию состоятельной еврейской общины в Кении удалось договориться с Кенией, что израильские самолеты спасательные смогут там дозаправиться. И вот армия представила этот план, и министр обороны Шимон Перец решил, чем он рискует. Если план удастся, то ему Шимон Перец и министра обороны достанутся все лавры. Если план не удастся, то он скажет, что он с самого начала не возлагал надежды, и он ни при чем. И вот благодаря тому, что армия была готова к этому, более того, два спасательных самолета уже были посланы и ожидали в воздухе, уже направились в сторону Африки и ожидали в воздухе решения от правительства, а правительство все еще спорило, и армия была готова возвратить эти самолеты. Причем летели они тайно, чтобы их не засекли радары, пролетали над соответствующими местами на высоте просто 30 метров, там, где радары уже не могут взять самолеты. Так вот, в конце концов удалось утвердить этот план, и два самолета примерно с 60 десантниками были, сели в аэропорту НТБ, причем их закамуфлировали под личные самолеты диктатора Идиамина. В один из самолетов поместили Мерседес, черный Мерседес, который был у диктатора Идиамина. Одна незадача. Оказалось, что в последние несколько дней Идиамин поменял черный Мерседес на белый. Поэтому когда черный Мерседес сначала все шло гладко, дали самолетам сесть, считая, что это личные самолеты диктатора дали им сесть, выехали самолеты, выехал Мерседес, выехали из самолета машиносопровождающие Мерседес, так сказать, но солдаты, которые знали, что недавно Идиамин поменял черный Мерседес на белый, они насторожились и пришлось первых солдат тут же убить, и поэтому операция началась немножко раньше, до того, как основные силы подъехали к самому зданию аэропорта, и в результате начавшейся стрельбы был убит командир десантников брат нынешнего премьер-министра Йоне Нитаниягу, и операция, которую сначала назвали операция «Шаровая молния», впоследствии она в его честь получила название «Операция Йонатан». Так вот, в течение буквально нескольких минут одно подразделение взрывало самолеты, стоящие в аэропорту, чтобы те не могли преследовать, сражалось с угандийскими солдатами, другое подразделение Саерет-Маткаль, во главе которого стоял Йоне Нитаниягу, быстро овладели вот этим местом, где были пленные, и как только они бежали, они закричали «Мы израильтяне, ложитесь на пол!» К сожалению, не все заложники разобрали этот крик, и французский еврей, который не понял, и остался, так сказать, начал кричать «Ура, ура!», остался стоять, его приняли за террориста, и вот это была одна из жертв. Кроме Йоне Нитаниягу, среди солдат были ранены, но больше убитых не было, и 105 человек заложников были освобождены, были погружены в транспорт, и загружены в самолеты, после чего, после того, как самолеты взлетели, так сказать, преследовать их никто не смог, потому что все угандийские самолеты были разрушены на земле. По этой операции, которая заняла всего-то где-то менее часа, и прошла практически без сучка из-за Доринки, вот две жертвы, о которых я вам говорила, и третья жертва это старушка, старушка, которой стало плохо почти сразу после того, как их взяли в плен, и ее отвезли в больницу. Значит, в отместку за такую блестящую операцию угандийские власти просто убили эту старушку в больнице, причем утверждается, что вместе с ней убили и врачей, которые препятствовали убийству больного, который не может даже защищаться. Вот эта блестящая операция, она вошла во все учебники антитеррористической деятельности, надо сказать, что ей пользовались и США как примером для освобождения осажденного посольства в Тегеране, осажденного американского посольства в Тегеране. Ну, там, это прошло не так успешно. Но то, что я хочу подчеркнуть, что в те времена, 44 года назад, эта операция не состоялась бы без вот такого активного настроя военных. Военных, которые рвались воевать, которые сами придумали эту операцию, сами ее обработали, сами ее представили в парламент и сами настаивали на ее в проведении, вплоть до того, что уже заранее были высланы самолеты. Сегодня, к сожалению, израильская армия не в таком настроении. К сожалению, у нас сегодня обменивают не 50, а целых 100 террористов на одного израильского пленного. И сама армия воевать не настроена, а тем более убеждать правительство в том, что армии по силам провести очень сложные операции. И я очень надеюсь, что ситуация вернется к прежней и сдерживающие силы израильской армии будет восстановлена. Пока что сегодня процессы над солдатом, который застрелил террориста, над ним был процесс, его держали в тюрьме, я все подробно рассказывала. Так вот, пока что такие процессы заставляют солдат бояться, бояться стрелять, бояться проявлять инициативу, бояться нейтрализовывать террористов, и все это действует очень разлагающе на израильскую армию, хотя подчеркну, что все-таки командиры среднего и нижнего звена остались прежние, остались активные, остались желающие воевать, а верхушка вот такая, как наш нынешний министр обороны Бенни Ганс и его соратник по партии Габи Ашкенази, вот эти генералы, они ждут в преддверии своего выхода на пенсию, они смотрят в сторону левого лагеря и проявляют всяческое миролюбие. Вот только недавно Габи Ашкенази, второй номер после Бенни Ганса стал говорить, что конечно, суверенитет это хорошо, но нам нужен мир, нам нужно согласие и так далее, и так далее. То есть сегодняшние генералы, к сожалению, не проявляют вот такой вот боевой дух, как это было 44 года назад. Сергей? Спасибо, Ася, к сожалению, времени больше не остается. Спасибо большое, спасибо за поздравление, за информацию и до встречи в следующий раз. Не болейте и делайте Америку снова великой. Мы постараемся. До встречи в следующий раз. Мы постараемся.